Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, такая ситуация случилась на работе, что возникла симпатия к мужчине-коллеге. Симпатия была взаимной. Ну, понимаете, вот здесь я бы, я бы, наверное, сказал бы так, что так получилось, что возникла симпатия к мужчине на работе. Ну, когда вы говорите, так получилось. Ну, вот это немножечко, наверное, всё-таки безответственное такое заявление, потому что как-то вы к этой симпатии пришли, да? То есть как-то вы разрешили себе, позволили себе вступить в отношения на работе. То есть смещать, смещать лично и профессионально. И, на мой взгляд, эта позиция, она является очень такой тяжёлой, наверное, для вас во многом. Потому что, ну, на работе люди работают, вот, как правило, редко достаточно. Какое-то такое смешивание отношений, сфера человеческих отношений приводит к чему-то позитивному. К сожалению, очень редко приводит. И вот тут, ну, наверное, нужно, ну, наверное, нужно понимать всю, вот, что называется, цену, всю цену этого. Насколько вы готовы к этому. Вот. И, собственно, готовы ли вы вообще к этому, да, к тому, что устраивать отношения на работе. Это первое. Второе. Значит, появилась симпатия. Ну, опять же. Сама по себе симпатия, вот, самой по себе симпатии, нет ничего плохого. Вот. Ну, вопрос в том, чем наполнена симпатия, так вот, я подсказал. То есть, что она из себя представляет симпатия ваша к мужчине. И, соответственно, с этим нужно разобраться, с этим нужно разобраться. Ну, что это симпатия. Ну, вот. Чем именно вам нравится мужчина, если нравится вам, чем именно? Вот. Что, что, какую направленность имеет ваша чифра к мужчинам, скажем так. Дальше вы говорите о симпатии воемной. Опять же, что вы понимаете, будет взаимная симпатия, как бы. Здесь вы не можете говорить за другого человека, говорить только за себя. Вы не можете говорить за человека, что вот у меня была там взаимная симпатия с определенным мужчиной. Ну, немножко. Это немножко так не работает. Это, ну, все-таки, все-таки, это работает немножко иначе. Это работает по-другому. Это работает таким образом, что вы сами для себя отвечаете только за свою симпатию. Вот. И все. Вы, вы не можете, вы не можете отвечать не за себя. Это, ну, это невозможно. А здесь получается, что вы, как раз, такие, пытаетесь отвечать за себя. Здесь получается, как раз, такие, так, что вы отвечаете не только за себя, но и за, получается, мужчину своего. Ну, вот за другого мужчину. А это, наверное, все-таки, 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 ну, неприемлемо. Вот. Поэтому здесь вопрос, да, что за, ну, вот, взаимная симпатия. Что вы понимаете под, под ней, под, вот, ну, под взаимной симпатией. Вот. Не ошибается в чем-то, например. Дальше. Ревность в моей стране испортила отношения. В результате отделились друг от друга. Пишите вы. Ну, смотрите. У ревности, в любом случае, есть свои основания. То есть, если вот у вас имела место быть ревность, значит, значит, что-то к ней привело вас. Вот. На мой взгляд, да, что-то привело к ней, к ревности. Вот. И, соответственно, нужно обязательно посмотреть, обязательно посмотреть, что именно привело вас к ревности. Вот. Нужно обязательно посмотреть, из-за чего возникла ревность вообще у вас. Вот. И это мешает. Ревность мешает отношениям, ревность мешает взаимодействовать адекватно с человеком и так далее. Вот. И ревность, самое главное, так просто не уходит, она не исчезнет. Например, когда вы с мужчиной, если вы с мужчиной помиритесь, если вы с мужчиной опять будете вместе и прочее, прочее, прочее. Ревность не уйдет. Поэтому с этим нужно работать. Да? Вот. Какие основания есть для ревности? Во-первых, это низкая самооценка, это страх одиночества, это, ну, травматичность, измен как в собственном опыте, так и в опыте ваших близких. Это ложь и некое такое закулисье в отношениях. То есть это вот, ну, постоянное подозрение на второе дно, скажем так, в отношениях. Вот. То есть это вот такого рода проблематика. Вот. Дальше. Вы говорите, моя ревность все испортила, ревность в том числе возникает и когда люди сближаются. То есть если вы ближаетесь с человеком, то ваша реакция на эмоциональную близость, на духовную близость с человеком может включать в себя ревность. Почему? Потому что вы можете инстинктивно полагать, что полностью обезопасить себя в отношениях вы можете только контролировать всех возможных, ну, всевозможные угрозы. Вот. Вот. А своим отношениям. И это вам помещает адекватно находиться в близости в отношениях с партнером. Вот. Поэтому тут точно такой момент. С другой стороны, мужчина сам решает отделиться от вас. Это его выбор. Вы говорите, мы отделились друг от друга. Не совсем. Каждый из вас делает выбор. И вам очень важно не ругать себя сейчас за то, что вы, ну вот, что вы ревновали. Потому что ревность, хоть и является деструктивным чувством, все еще представляет из себя индикатор определенного вашего желания. Индикатор определенной вашей потребности, которую вам необходимо удовлетворить и которая сейчас на данный момент не удовлетворена, к сожалению. Поэтому ругать себя в матче сколько угодно, проблему это не решит. Наоборот, в отношениях это порождает сверх мотивированность, сверх заинтересованность. Что, собственно, является, на мой взгляд, проблемой. Потому что человек не может быть, ну вот, как бы, сверх мотивацией, да, для другого. Дальше. Значит, так, вот это отделились. Ко мне проявляет внимание еще один мужчина-коллега. Но для меня это просто общение. В дистанции соблюдается. Заставить меня общаться. Но я не могу это не видеть. Знаете, здесь у вас проявляется, как раз таки, одна из сторон вашей проблематики, которая проявилась еще в ревность. Это проблематика личных границ. Вот, как бы, вы здесь выступаете в роли жертвы. То есть, вы не можете сказать «нет». Вы объясняете, что… Вы объясняете для себя невозможность сказать «нет» тем, что это невежливо. Но, вместе с тем, игнорируете то, что вам неприятно. И то, что, если я правильно понял, мужчина, имея к вам симпатию, да, он так или иначе будет ваши личные границы нарушать. А вы не можете ему ничего сказать, потому что это невежливо. Но границы соблюдаются. То есть, вот чувствуете, здесь некое такое… некое противоречие. Границы соблюдаются. То есть, вроде бы, все в порядке. Но заставить не общаться… Ну, я его не могу. Так, а зачем вам заставлять его с вами не общаться, если вроде как границу соблюдаются? Вот, непонятно. Собрать этот момент. Знаете, ам… Не общаться, вы можете хотеть его заставить с вами. Только в случае, если человек, ам… вот как-то приносит вам дискомфорт. Получается, что вы этот дискомфорт игнорируете, объясняя вежливость, но по факту боясь сказать «нет», боясь обидеть человека. Ну, вы уж определитесь, или от невежливого, или все-таки будете следовать своему состоянию и своему ощущению. А то так вот можно… просто забыть о том, да, где твоя собственная ценность. Далее, с первой мужчиной, к которому симпатия никак не налаживается отношение. По работе общаемся он увидел, что вдруг включается агрессия, то игнор. Я думаю, что в вашем общении что-то его нервирует, я думаю, что в вашем общении что-то его… ну, скажем так, наверное, тревожит. Да, было бы… правильно… сказать. И… соответственно… ну, здесь нужно смотреть. Смотреть, как вы общаетесь, по поводу чего вы общаетесь и вообще вот опять же, что вас связывает между собой и… и прочее, прочее, прочее. Это все очень важные моменты, потому что если, например, мы называем мало общего, то… как бы… подобные… реакции, к сожалению, нормальные… ну, абсолютно нормальные будут подобные реакции, к сожалению. Вот. А, и, напротив, если… общего много у вас, то… ну, как… гораздо… ну, больше… шансов… что… что это наладит. Вот. Поэтому… я… рекомендовал бы вам… смотреть в сторону того, что между вами может быть общим, это первое. и… второе, это… эм… устраивает ли вас такой человек, который агрессирует вот… эм… по вашему мнению… необыкновенно. Абсолютно. Абсолютно. Скажем… ну, скажем… 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 так. Идем дальше. Идем дальше. Агрессия и игнор. Пишите вы. Агрессия и игнор проявляются тогда, когда человек тоже самое боится… эм… боится… боится… боится сближения. А… то есть… то есть… у… вашего… эм… партнера… который… эм… ну, вас вот… интересует… проблему. Проблема… эм… то, что… эм… является проблемачкой для него. Это… точно так же проблема близости. Человек то игнорирует вас, то агрессирует, то общается нормально. Нет, проблема… проблема… эм… близости-близости. Проблема личных… личных границ. Тоже самое. Что и у… и у вас. Ну, если у вас есть проблема личных границ, то соответственно, и… эм… человеку… человека вы… ну, будете брать… эм… с… похожей… эм… проблемой, да, это… в принципе… эм… как бы, ну, вполне… эм… вполне естественно. Вот. То есть… тут… тут на самом деле… эм… было бы… да было бы странно, если бы… эм… ну, если бы… эм… мужчина… вел себя… эм… по-другому, да, потому что… как бы… ревность и всё… эм… это вот… для… человека… было бы неприемным. эм… вот… если бы… ну, если бы у него было вот всё… эм… в порядке всё… эм… с личными… грани… границами… тоже… вот… вот… потому, эм… тут очень важно… эм… на этот момент обратить… эм… ну, внимание, да. Вот. Очень важно… эм… обратить… эм… внимание на… вот… то, что… эм… у человека нестабильное отношение к вам. Вот. И… это же… в дальнейшем… это же… в… эм… ну, в будущем это же может… эм… проявляться… эм… куда… более… агрессивно… скажем… скажем… скажем так. Вот. Вот. Поэтому… вам это… нужно… нужно иметь в виду. Тоже вот… вот этот момент. Дальше. Эм… так. Я пыталась собраться на разные темы общаться и спрашивать, как делать, поговорить откровенно, чтобы быть причиной, но всё чёрно. А… простите… а… причину чего вы хотели и хотите или хотели… эм… выяснить? Я вот… эм… честно говоря… не очень… понял этот момент, потому что вы… сказали, что… проблема… эм… заключалась в… ревности вашей… эм… эм… ну вот в начале вы сказали, что… эм… проблема в ревности. А… теперь вы пытаетесь найти… причину. Что… как бы автоматически… эм… говорит о том, что… вы вероятно… эм… не уверены в том… эм… что… ну вот… человеку… мужчине… эм… не понравилось. Вот. Эм… поправьте меня опять же, если я сейчас ошибаюсь. То есть тут… как-то… как-то вот несколько… эм… странно… на мой взгляд… эм… получается… эм… нет… какой-то вот такой… эм… единой картинки. Да? Если вы… эм… своей… эм… своей ревностью… эм… человека от себя… оттолкнули… что… ну… на мой взгляд… эм… все предельно… эм… ясно… и все предельно… понятно. Эм… что… здесь… эм… нужно именно… вот… эм… эм… ну… ну… ваше собственное… победительное… победительное… это… меня… 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 ну… наверное… Вот, и важно, ну, не только и не столько то, что вы человеку скажете, а важно то, как вы, ну, будете сюда везти, вот. И, соответственно, если, ну, если везти, вы сюда будете хорошо. Я имею ввиду так, как мужчине нравится, да, что, скорее всего, он с вами сблизится, я не вижу для этого препятствий, если нет других каких-то нюансов ещё. Вот, но если вы вести себя, ну, не будете, вот, то, конечно, будет держать вас на расстоянии, и это, на мой взгляд, вполне, ну, вполне адекватно. Мне кажется, это вполне нормально, что вот он держит вас на расстоянии, в таком случае. Вот, поэтому, а здесь, ну, надо бы, вот, наверное, определиться, как там, вот там, потому что, пока что, тут есть различия довольно сильные. Вот, и я бы, наверное, хотел эти различия убрать, я бы хотел их снять, наверное. Вот, дальше идём. Ответы, наверное, сложные, вообще, не обрывают, просто молчить, но желание поговорить раздражается, говорить, нет времени, и дезанта, а если нет, уйти от разговора. Ну, здесь, честно говоря, я не очень понимаю, для чего вы это, как бы, пишите, потому что это другой человек, нужно, нужен, вот, ну, образно говоря, какой-то анализ ваших отношений, чтобы лучше понять, с чем, собственно, мы имеем дело, да? Потому что это только, вот, по, только по вашим, ну, только по вашим описаниям, это достаточно мало информации, опять же. Вот, ну, точно, очевидно, что мужчина видит у вас угрозы, вот, значит, ну, сейчас он видит у вас угрозы, он чувствует ему, ну, что вы угрожаете ему. И, эээ, следующая какая-то угроза пытается избежать. Может быть, мужчина подсчитывал, что с вами, эээ, в отношениях, эээ, ему необходима, эээ, ответственность, брат. А, там, некоторые мужчины боятся ответственности, вот, и, ну, она им не нравится, они что-то хотят избежать, избежать ответственности, ответственности. Вот, и, эээ, может это его попугает. А объясните, объясните, эээ, ну, подобное, да, можно, в принципе, в принципе, чем угодно. Это, мне кажется, мне кажется, это, ну, не столь, не столь важно. Поэтому, как бы, вот, могут быть определенные нюансы, вот, поэтому я могу только вот надеяться, что, ну, вы тоже как-то вот обратите на это внимание. Дальше, эээ, я очень хочу наладить с ним дружеское общение, но он не идет мне навстречу. Подскажите, как лучше вести, чтобы добиться нужного результата? Ну, во-первых, эээ, в отношениях с ненунием стараться добиваться какого-либо результата, отношения все-таки устраиваться ради процесса. Это первое. Ага, второе, чтобы понять, эээ, как вы отношения испортили. Да, то я скажу, ну, вот, как отношения испортили. Особенность, точнее, как исправить что-то, в смысле, понять, как вы испортили. Вы говорите про реальность, потом вы говорите про выяснение причину. То есть, это довольно такое хаотичное, непоследовательное поведение. У нас напоследовательное поведение, чтобы мужчина начал вам доверять. Вот. Эээ, дальше. Да, дальше. Эээ, дальше. Эээ, значит, эээ, как себя вести? Ну, я сказал, ну, делать анализ отношений. Дальше. У меня три предположения. Ревность в другом мужчине. Задятый муж коллега. Обидно, но он, ээээ, значит, эээ, но он не хочет говорить, как кайя. Ответственно, дарится, как к человеку, на желание общаться. Ну, я думаю, третий вариант, это ваша самооценка и страх. Я себя очень дискомфортно чувствую, в этом недосказанности испытываю точек, что винить то злость. Не могу решить вопрос, нигде способа не помогать. Например, какие способы вы использовали для того, чтобы решить этот вопрос. Вот. Во-вторых, чувство вины и злости. Это ваши чувства. Мужчина к ним отношения не имеет. Чувства идти имеют этимологию из права. Вот это ваши прошлые ощущения, которые сейчас, ну, ну, грубо говоря, возникают. Вот. И тут очень важно не перекладывать ответственность. Ну, вот, за то, что вы чувствуете на, ну, на человека, да, вот, на другого человека. Вот. Поэтому очень важно этот момент учитывать. Очень важно этот момент как-то вот иметь в виду. Ну, потому что, в противном случае, вы человека будете воспринимать, ну, воспринимать, как некий, такой, ну, приз, что ли. Вот. Тогда как человек, призом, не является, да, тогда как, а, 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 ну, что, мужчина не является, а, вот, каким-то таким, а, ну, бонусом, что ли. Вот. Вот. За который, который вы, там, ну, грубо говоря, сражает. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень важно для себя в этом разобраться. И, соответственно, уже дальше, уже в дальнейшем, ну, двигаться в каком-то направлении. Вот. Вот. Которое, ну, устроило бы вас, в принципе. Вот. Это то, что я могу вам сейчас сказать. Вот. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что это было полезно. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что эта ситуация будет разращена ценам лучшим образом. Поехали. Поехали. Ч tôicionок. Продолжение следует...